Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Изида и подготовил я для вас мини-обзор на тему управления камерой. В принципе, вы давно об этом просили, но я посчитал, что материала мало и еще добавил как бонус настройку управления, правильного управления. Для начала сбрасываем настройки по умолчанию, выбираем обязательно продвинутые. Это нужно для того, чтобы наши действия в основном были с клавиатуры. Первое, что мы биндим, это стрельбу с пулеметов на боковую кнопку мыши. Пушечное и пулеметное вооружение следует разделить, это реально удобно. И получается следующим образом, то что на главную кнопку мыши, вот как это представлено на видео, можно стрелять всем видом вооружения, а на боковую только пулеметами. Теперь можно более рационально использовать БК и запугивать противника. Следующее, что тоже немаловажно, настроить тангаж. Уменьшение тяги и увеличение значения. У меня увеличение стоит на W, а уменьшение на Shift, но я также дополнительно поставил Ctrl, чтобы он не пустовал. То есть и Shift, и Ctrl у меня торможение и прочее. Вот интересная опция, кстати, у меня стоит значения нет, и мне не нужно держать форсаж, что очень удобно. Данные опции уже следует настраивать индивидуально, в зависимости от DPI мышки. А вот, пожалуй, самое важное, настройка закрылок. Данные опции, к сожалению, работают лишь в режим боя и обратно, поэтому следует настраивать те, что ниже. У меня, например, стоит выпуск закрылок на пробел, а убираю я их на F. Но здесь уже кому как удобно. Ну что ж, с управлением закончили, давайте теперь перейдем непосредственно к управлению камерой во время боя. На самом деле, управление камерой это наипростейшая задача. Дело в том, что все гаражи я делаю с помощью клавиатуры. А как вы знаете, а может кто-то и не знает, во время работы клавиатуры мышка, можно сказать, работает в свободном режиме. То есть она не влияет на ход своего полета, никакие действия, кроме стрельбы, скажем, она производить не может. Как только вам потребуется произвести прицельный огонь по противнику, отпускаем любые кнопки, связанные с управлением самолета, например, А, С или Д, и смело отрабатываем его, используя только курсор мышки. То есть камера работает уже непосредственно по курсору. А правая кнопка мыши используется только, чтобы определить направление противника во время перегрузки. Ну что ж, ребята, надеюсь вам понравилось. Спасибо, подписывайтесь и до встречи в небе War Thunder. Субтитры создавал DimaTorzok